В эфире программа «Сила одного» и я, Инесса Харламова, рада, что сегодня вы вновь вместе с нами. Мы говорим с личностями и о личностях, которые заявляют, что сила их только в Боге. И я бы хотела познакомить вас с гостем нашей студии. Вместе с нами сегодня Георгинов Валерий. Добрый вечер, Валерий Васильевич. Очень приятно, что вы сегодня вместе с нами. Мне было интересно познакомиться с вами. И вот та анкета, которую вы заполнили перед приходом на программу, она немного уже рассказала о вас. Вы, что было для меня очень интересно, кондитер пятого разряда. Вы модельщик по деревянным моделям, да? Вы слесарь. Я слесарь по ремонту электрооборудования. Так. И пришлось еще и грузчиком поработать. И при этом вы пишете о себе, что вы человек ленивый. Как это возможно? Ведь все эти профессии, они включают в себя очень большое концентрацию внимания, наверное, усердие. Ну и все-таки желание работать. Я просто люблю немножко поддыхать. Просто полениться. Но так как надо, чтобы дольше посидеть, то есть и так грубо говорить, то надо быстрее сделать работу. Так. То есть вы работу делаете, но быстро? Ну, стараюсь быстро работать. Мне даже удивлялись, ну, даже тут взять в институте, вот я работал с Толером уже. И до меня с Толером работал дедушка был такой, Анатолий Васильевич. И он, чтобы замок поменять, ему это надо было работать день, ну, может, полтора. Так. А то и два. А мне, чтобы... Я попытался так растянуть, чтобы хорошо было. Так. Не получилось. У меня получилось, ну, от силы час-два. То есть вы за полчаса меняете замок. Это нормально для вас? Нет, ну, нормально нет. Ну, если совсем менять, то его поменять можно и за пять минут. Отремонтировать – это чуть-чуть дольше. Чуть-чуть другое дело. Но я пытался растянуть это время, но не получается. А когда вам нужно было пирожные делать, например? А тоже надо быстро делать. Да? Когда конвейер идёт, да? Тут не остановишься. У меня были случаи. Дело в том, что у меня с детства были горячие руки. И чтобы быстрее делать, я когда работал кондитером, у меня крем просто таял в руках. Набираешь, ну, там специальный корнетик такой набираешь и делаешь там цветочки, розочки или листья. И просто в руке элементарно крем вытекал. Так. И чтобы быстрее всё это делать, мне приходилось работать в холодильной камере. Не замерзали ли вы там? Нет. Одевал телогрейку, ставил кастрюлю с холодной водой, окунал туда руки, подержал немножко, быстренько-быстренько-быстренько сделал розочки, опять руки в это самое. И так, чтобы быстрее сделать, надо... Но если вы шли на такие жертвы, то наверняка вам эта работа очень нравится. Ну, вообще-то да. Если бы она не нравилась, я бы просто не пошёл. А как вы выбрали именно эту профессию? Случайно. У меня как-то... Наверное, это с теперешней точки зрения, то меня, наверное, толкнул Бог. Бог, потому что тогда я вообще в то время был совершенно, можно сказать, атеистом. То есть вы в Бога не верили? Нет, совершенно. Потому что у меня мама не верила, друзья не верили. И просто не верил. Так. А видно, Бог меня как-то потолкнул. До армии работал модельщиком по деревянным моделям. Ну, с деревом мне нравилось работать, ну, как-то... Ну, потерпели до армии. Да. После армии я попытался поступить в культпросвет училища на хоровое отделение. Вы творческий, абсолютно творческий человек. Можно сказать. Дело в том, что я, сколько я себя помнил, я пел. Мне в училище, конечно, не приняли в культпросвет. Сказали, нет слуха. Но пел я все время. Потому что мама у меня хорошо пела. И я для себя пел. Решено. Пел. И решил поступать в культпросвет училища. Меня благополучно не приняли. И меня Бог так направил. Тихонечко, наверное, подтолкнул. Я думал, после армии немножко хотелось отъесться, наверное. Вы, оказывается, любите сладкое просто. Да, очень. Так. Но тут мы с вами похожи в этом. И меня Бог направил. Я сначала пошел в кулинарное училище, но меня там уже не приняли, потому что срок прошел. То есть по возрасту, да, вы не подходили? Нет. Срок приема. Приема. И мне предложили идти учеником на производство. Ну, я пошел. И вы приходите, и вам сразу нужно готовить что-то? Ну, мне как? Я учеником кондитера поступил. И мастер у нас, ну, я фамилии уже не помню. Миша, Миша, Миша. Он где-то старше меня был лет на 15-20, наверное. Начал показывать. Просто элементарно на производстве. Вот надо сделать там, например, булочки. Он мне показал, как это делается. А теперь попробую. Ну, я стал, сделал. Он посмотрел на меня. А ну, ты это сделай. Показал, я стал, сделал. Он мне спрашивает, ты работал когда-нибудь с тестом? Я говорю, нет, первый раз. Он зовет девчат с цеха. Девчата, идите сюда. Вот смотрите, вы два года учились в училище. И вам еще не получается ничего. Человек только с армии пришел. Это талант. Я не знаю, может, и не талант. Может, у меня таланта как такового, наверное, нет. Потому что я, сколько себя помню, я могу делать все, что я увидел. Но вы можете, а кто-то другой нет. Ведь это талант. Нет, ну, я не знаю, как это назвать. Дело в том, что не только с кондитером. Я с лесарем по ремонту электрооборудования работал. И другие специальности. То есть вам нужно показать, как это сделать, и вы можете это сделать. Или показать, или дать чертеж. Например, я когда работал модельщиком, там в основном все по чертежам. Мне дали чертеж, я сделал. Или мне показали, как это. А когда я все... Ну, все мы ничего не умеем, пока нам не покажут и не расскажут, Валерий Васильевич. Ну, это же правило. Каждый раз, когда меня просят что-то сделать и на словах, я вспоминаю, Лариса Викторовна, моя супруга, когда училась в пединституте. И у них в то время, это 70-е годы, с этими наглядными пособиями были проблемы. И у них преподаватель показывал, как работает шестеренка. И потом ребята, студенты в КВН все время его пародировали. Говорят, шестеренка работает вот так. И вот я каждый раз, когда меня просят что-то сделать на словах, я им показываю, говорю, а шестеренка работает вот так. То есть покажи. Но в анкете вы написали, что если бы была возможность что-либо поменять, вы бы пошли учиться. То есть вы бы что-то новое учили или все-таки в этом направлении? Вообще, ну я так вот уже думал, как, знаете, смеются, говорят, мама говорила, учись, сынок, человеком будешь. Ну а я как-то, ну ленивый был. И не пошел. Так, ну с этого мы начали, да, что вы считаете себя человеком ленивым. Хотя я, на мой взгляд, вот смотрю, сколько вы всего умеете. Наверное, это не совсем так. Уметь – это одно. Но вы же делаете. Ну делать, а можно делать быстро, можно сделать медленно и долго, и плохо. И я стараюсь просто сделать побыстрее и лучше, ну, чтобы хорошее, нормально было. Можно сделать долго, и такое получится. Все правильно. Я хочу спросить, как вы познакомились с христианством? Если вы говорите, что вы воспитывались в достаточно атеистической среде, и ни в вашей семье, ни среди вашего окружения не было людей, которые были бы знакомы с Богом, с Библией, то как вы все-таки, как получилась эта встреча? – Получилось очень интересно. У нас была компания. Молодые люди собирались, просто друзья. И из этих друзей у нас сначала один парень, мой тезка, пришел к адвентизму. Он тоже очень интересная у него история была. Он много перепробовал разных динаминаций, церквей, католикам ходил, и протестантам. Ну, короче говоря, нашел только адвентистов. Нашел. Потом пришел его брат из нашей компании, потом еще знакомый. Ну, там несколько человек пришло. И одно время они начали рассказывать там, ну, как обычно, там в компании собираемся, но они начинают рассказывать, как бы проповедовать. – А вы к этому как относились? – Ну, я как-то… – Без особого интереса, да? – Без особого внимания. Ну, слушал так где-то что-то. И однажды рассказали про апокалипсис. Ну, меня это так заинтересовало, думаю, интересно. Пошел на книжный рынок, купил маленькую такую библию, карманный вариант. – Это 80-е годы, да? – Да. И там она уже бэушная была, там потрепанная. – Трепанная, ну, купил ради интереса ж. Перелистал ее всю. Апокалипсиса не нашел. – Так. А у наших друзей родители были тоже протестанты, но не адвентисты. Я не помню уже. Короче говоря… – Вы решили у них проверить, да? – Да. – Или в их библии? – Нет, я их библию, я же попросил. – А, вы по библии. – Так, Аля, принеси мне библию. Она, зачем? У тебя же есть. Я говорю, та не подходит, там нет. Она принесла мне библию, я тоже пролистал. Нет. – Оказывается, та же библия? – Ну, да, они одинаковые. Ну, я говорю, а у тебя другой нет библии? Она говорит, ну, есть там большая такая библия, старая еще, старинная. Я говорю, давай тащим. Пронесла. Я же ее тоже перелистываю. Ну, пока перелистывал, что-то там отложилось. Там тоже не нашел. Спрашиваю, а другой библии нету, они неправильно, они одинаковые. – Так. – Так нет, она говорит, они же-то одинаковые и будут, библия-то одна. – Угу. – Я говорю, а апокалипсис где? Мне рассказывали за апокалипсис, а апокалипсиса нет. Ну, мне потом уже объяснили, что это откровение. – Книга библии. – Ну, на том и закончилась благополучность, все, тишина. И однажды… – Вы про библию забыли? – Нет, ну, она лежала, лежала себе спокойно, там никто ее не трогал. И однажды ночью мне приснился сон. Ну, вот так интересно. Он приснился, я вообще сны не запоминаю вообще. А тут так вот, ну, как будто наяву. Идет, вот как титры в кино, в конце фильма или в начале фильма, кто там снимал, кто… А тут титры, стихи из Библии идут очень быстро. Я сам себе думаю, ну, быстро идут. Я же не могу ни слова прочитать. Не успеваю просто элементарно. И только я это подумал, открывается Библия в конце, а в некоторых, вот у нас старая была Библия, листок бумаги написано для заметок. И на этом листке, чистый листок бумаги, написано 1 Иоанна 5.13. – То есть конкретное место в Библии? – Да, ну, только так, 1 и 5.13. Ну, я же поднимаюсь, это 3 часа ночи, нашел Библию и давай же листать. – А почему поднялись в 3 часа ночи? Почему не дождались утра? – А я не знаю. Может, Бог меня поднял. Ну, факт тот, что поднялся. В 3 часа ночи я встаю, листаю эту же Библию, ищу 1 Иоанна. Говорит, просыпается жена, говорит, что такое? Что случилось? Я говорю, подожди, сейчас. Нашел 1 Иоанна. Ну, читаю, сие написал я вам, верующие в Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Меня все это заинтересовало. И буквально через неделю, меньше даже, был праздник День Рыбака. У нас это большой праздник на море. Мы жили в то время в Бердянске. – Конечно. – И компания наша собралась на море. Многие были неверующие. Выпили. Я в то время не был верующим. Выпили. И я немножко пьяненький. Давай же ко всем приставать с этой... А я же уже носил Библию эту в кармане. Она маленькая такая. И давай же ко всем приставать, рассказывать. Вот какой мне сон приснился. Вот это вот. – Искали объяснений. – Я не может быть. А потом пристал к моему тезке, который первый пришел к адвентистам. И давай же ему... Он мне начал рассказывать. Вот так, есть так. Потом перешли плавно с... Вот это... Цитаты с этой перешли к выпивке. Я давай же его третировать. Я говорю, ну Иисус-то вино делал? Делал. Пил? Пил. О чем нам нельзя? И он давай мне объяснять. Объяснял, объяснял. Я удивляюсь до сих пор долготерпению человека. Это, наверное, ему только Бог мог дать такое терпение, что он меня слушал. На его месте я бы просто взял за шкирку, окунул бы в море, чтобы немножко отрезвел. А он то меня слушает, то объясняет спокойно так. Ну, я же говорю, что для меня было это, во-первых, что дико, что так человек спокойно может без криков, без матов, без... Вы, ты человек сам по себе тоже достаточно спокойный. Я вообще флегматик, да, но кричать я вообще тоже не умею. Так. Один раз... Ну, давайте я потом расскажу, когда я накричал на жену. Интересно. Да, мы вернемся к этому. Да, вы должны помнить эту историю. Ладно, я вам еще потом расскажу. И вот на том закончилась эта история. А мы ходили на море, ну, считайте, мимо церкви, дни триста седьмого дня. Там, то есть, надо было завернуть только за угол, и на следующий дом уже дом молитвы. Ну, мы раз прошли, второй раз прошли, в субботу как-то идем. А нас приглашали. Друзья, проходите там, просто посидим, поговорим. У нас ничего, что там рогов, копыт нет. Ну, мы решили раз зайти. Зашли. Зашли, уже было... Служение закончилось, люди просто расставили там частный дом, скамейки на улице сидят, общаются. Ну, мы посидели, нас приняли так хорошо. Ну, нормально. Нормальные люди. Потом на другой раз пришли тоже. Просто интересно, что там они говорят. А теперь уже пришли на служение именно. Ну, и я взял бумажку, взял ручку и сижу. Пастор там проповедь читает, ссылки какие-то говорит. Я ж натихаря записываю, что он там сказал. Статус Библии, номер там. Пришли домой. Библию открыли. Проверили. Проверили. Правильно сказал. А вы все-таки ожидали подвоха какого-то? Ну, наверное. Просто интересно было, правильно он говорит или неправильно. Так. И так продолжалось, ну, без малого почти два года. Два года проверок. Мы пришли и попали. Так. И все. Походили. Потом сначала мы с женой ходили, потом еще наша дочь с нами начала ходить. Ей в то время было 11-12 лет. И уже приняли крещение. Дочке было 12. И нам, и мы. В один день мы принимали крещение. Ну, а то, как это произошло, узнаем через минуту. Мы вернемся к вам. Дорогие друзья, оставайтесь вместе с нами. Вы услышите еще очень много интересного. Не переключайтесь. Это программа «Сила одного». Спасибо, что вы с нами. Гостю моей студии однажды нужно было убедиться в правильности услышанных слов. Может быть, сегодня и вы хотели бы убедиться в том, что Бог есть, и то, что написано в Библии, это правда. Для этого мы предлагаем вам специальные уроки под названием «Верую». Звоните в колл-центр телеканала «Надия» 0800-30-2020, и мы отправим вам эти уроки бесплатно. Ну, а сейчас продолжаем общение с нашим гостем. Итак, Валерий Васильевич, вы принимаете крещение, но с этим также связана определенная история. Ну, дело в том, что мы крестились всей семьей, и это был конец сентября. Да, это был холодный-холодный-холодный день. Во-первых, был дождь, сильный ветер, на море шторм. И мы идем. И думаете, правильно ли идем? Это не то слово, что мы правильно вообще думаем, куда мы идем, куда мы попали. Ну, ладно, мы спустились к морю, постояли, помолились. Потом, когда начали, попели псалом, и в это время, значит, такая история. Тучи разошлись, появилось солнце. На море ветер стих, и образовался штиль. То есть море без волн. Мы покрестились, по одному заходили, а у нас там берег очень мелко, и надо, чтобы зайти по грудь, надо пройти довольно-таки далеко. Покрестились, пока туда-сюда повыходили, нас четверо крестилось, еще женщина с нами. Вышли, опять помолились, ну, оделись, помолились, попели, опять тучи сошлись, ветер поднялся, волны поднялись, дождь опять пошел, и мы вот это вот так вот покрестились. И что самое интересное, у нас дочь иногда, ну, болезненно была, чуть-чуть где-то промочила ноги, или где-то просквозила, сразу сопли, сразу болезнь. После крещения, это в холодной воде, в холодину, ни разу даже не чихнуло. То есть нас как-то все это… Бог показал, что вы на правильном месте и в правильном времени. А я вот хотел еще рассказать, как я вам сказал, что вообще я флегматик и спокойный довольно-таки. Мне просто удивляется, как я могу быть спокойным. А один раз я… Вам дают очень много поводов для неспокойствия, вы все равно проявляете спокойствие. Нет, я спокойный все равно. Так. А однажды накричал на жену. Накричал как? Снимали ваши друзья, снимали ролик какой-то, и надо было изобразить деспота мужа. Вы, наверное, помните этот ролик, но это было, наверное, несколько лет назад. Так это был наигранный крик? Да, но наигранный как. Мне надо было изобразить там, шлепнуть сына, что он плохо там. Ну, я не помню уже дословно там, что там происходило. Жена что-то заступилась, и я на нее тоже гаркнул. Это по игре должно. Так. Если бы вы знали, как мне было плохо. Правда? Так. Я никогда не кричал, а тут я понимал, что это в роль, что это все игра. Но на душе было так неприятно. Валерий Васильевич, а вот вы сейчас рассказываете, мне интересно. Вы, в принципе, человек, вы говорите, достаточно спокойный, это видно. Вы хороший семьянин, вы никогда не кричите на свою жену. А для чего вам тогда Бог понадобился? Вот что привлекло вас в Боге, что столько лет вы с Ним? Могли же вы быть таким же хорошим человеком, но без него? Или нет? Скорее всего, нет. Потому что в то время я мог выпить. Так, чтобы запоями пить не пил, но выпить мог. Покурить мог. Там с ребятами где-то пошляться. Когда я пришел к Богу, знаете, ну сигареты так бросил, все, пить бросил. Мне удивлялись, я на заводе, когда работал, ребята собираются там, раз, быстренько налили, вина купили. Я говорю, я не пью. И самое, что интересно, первый вопрос. Заболел? Я говорю, нет. А что, закодировался? Я говорю, нет. А что ж тогда не пьешь? Я говорю, ну не хочу. Я бросил пить. И начинаю, рассказал. И потом, во-первых, суббота. Ну качество жизни, оно другое, потому что это все как вредные привычки. Во-первых, спокойнее себя чувствуешь, как-то защищеннее. Я не знаю, как еще вам сказать. Просто... Ну... Но если человек спокойный говорит, что мне с Богом спокойнее, это, наверное, очень яркое как раз описание Бога. Если вы чувствуете себя защищенным рядом с ним. Да, я вот именно, что защищенный. Я не знаю, как вам это объяснить. Просто... Просто это есть, и этого не отнять. И пусть так будет всегда. Спасибо большое за общение со мной. Мне очень приятно. Я желаю вам благословения от Бога. И пусть Его сила всегда вас окружает. Спасибо. Помогает в решении всех вопросов. Спасибо вам. Я очень рада, что в мире, где царит ложь и лицемерие, есть Бог, у которого абсолютная правда и истина. И если сегодня вы ищете правду жизни, обращайтесь к Творцу. Вы точно не останетесь разочарованными. Ну а мы встретимся с вами уже в следующем эфире программы «Сила одного». До свидания. Субтитры подогнал «Симон»